Здравствуйте! В эфире «Город С» Татьяна Дмитриева. Как будут индексироваться пенсии в наступившем году, как работают пенсионные калькуляторы, что нужно знать будущим пенсионерам? Об этом говорим сегодня в нашей студии заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области Светлана Нефедова. Ваши вопросы задавайте, как всегда, по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Светлана Михайловна. Добрый вечер. Ну, все мы знаем об изменениях в пенсионной системе, а в чем они конкретно заключаются. Действительно, в пенсионной системе с 1 января введен новый порядок формирования пенсионных прав, ну и, соответственно, новые правила исчисления пенсии, основанные на индивидуальном коэффициенте пенсионера. Суть сводится к чему? Что пенсионные права собираются до 2015 года по старым правилам, преобразовываются в индивидуальные коэффициенты, а начиная с 1 января 2015 года, каждый год на 1 января 2016 года, на 1 января 2017 года, участие в страховой пенсионной системе будет оцениваться пенсионным коэффициентом. Каким образом будет этот коэффициент определяться? Ну, прежде всего, здесь нужно знать, что размер и величина индивидуального коэффициента будет зависеть от суммы дохода и от суммы начисленных страховых взносов взноса облагаемой базы. В 2015 году предельная взносооблагаемая база определена для страховой пенсионной системы на уровне 711 тысяч. Чем ближе среднегодовой доход к этой величине, соответственно, тем выше будет и стоимость пенсионного коэффициента у такого застрахованного лица. Но, учитывая, что законом предельный индивидуальный коэффициент годовой определен не выше 10 баллов, он будет вводиться поэтапно. В 2015 году предельное значение пенсионного балла законом в переходный год составит 7,39. Так вот, для того, чтобы получить это предельное значение пенсионного балла по итогам 2015 года, нужно, чтобы доход был приближен к предельной взносооблагаемой базы с фонда оплаты труда 711 тысяч. Да. То есть нынешние пенсионеры, если уже люди пенсионеры, они будут по-старому получать пенсию, она будет рассчитываться по прежней формуле. Вот как они получали, так и будут. А изменения только те, кто с 2015 пойдет на пенсию. Правовое регулирование, которое вступило в силу с 1 января 2015 года, распространяется равнозначно на всех и получателей пенсии, и застрахованных лиц, которые будут выходить в этом году на пенсию и в будущее. Что касается круга лиц, которые на 1 января 2015 год были получателями пенсии. Все права преобразованы в баллы, и на 1 января 2015 год мы вывели баллы по всем получателям пенсии за трудовой стаж. У нас в Самарской области их порядка 916 тысяч получателей, которые получают трудовые пенсии. С 1 января страховые пенсии. Соответственно, та стоимость, та величина, сумма баллов за предыдущие пенсионные права умножается на стоимость пенсионного коэффициента. Формула достаточно проста. Ну и напомню я уважаемым нашим пенсионерам, что мы увеличили пенсии с 1 февраля, исходя из фактической величины роста стоимости жизни на 11,4. Соответственно, стоимость пенсионного балла выросла с 64 рублей 10 копеек на 1 января 2015 год до 71 рубля 41 копейки на 1 февраля 2015 года, что явилось основанием для перерасчета расчетной составляющей страховой пенсии. Ну и помимо этого, на этот же индекс 11,4 была проиндексирована фиксированная выплата, и она выросла с 3935 рублей до 4383 рублей за счет индекса инфляции для фиксированной выплаты. То есть индексация есть и волноваться не стоит с 1 февраля? Индексация предусмотрена законом, и второе повышение может произойти 1 апреля при условии, если по итогам года доход пенсионного фонда позволит повысить до нового уровня стоимость пенсионного балла. А что такое калькулятор пенсии? Для чего вообще он предназначен? Кто им должен воспользоваться и может воспользоваться? Где вообще найти вот эту схему? Ну, прежде всего, мне хотелось бы сориентировать всех наших клиентов пенсионного фонда. Пенсионный фонд как клиент-ориентированная система развивает электронные сервисы. И если в прошлом году этот калькулятор был доступен на сайте пенсионного фонда, на портале государственных услуг, на сайте Министерства труда Российской Федерации, с этого года у нас заработал на сайте пенсионного фонда ресурс пенсионного фонда «Личный кабинет застрахованного лица». Он имеет ряд параметров, которые позволят тем, кто зарегистрируется, получит доступ к личному кабинету, в режиме онлайн, не выходя из дома, общаться с пенсионным фондом Российской Федерации. Во-первых, знать те баллы, которые сформированы на 1 января 2015 год в первом разделе индивидуального калькулятора. А во втором разделе индивидуального калькулятора проставлять те значения прогнозные, которые позволят моделировать формирование пенсионных прав ежегодно. Соответственно, те застрахованные лица, которые будут иметь доступ к личному кабинету, а пройдут процедуру регистрации, получат логин и пароль в единой системе идентификации ЕСИА, те, соответственно, смогут использовать данный электронный ресурс, и который в перспективе будет постоянно развиваться, станет объединенным для всех клиентов пенсионного фонда для получения той информации, которая формируется на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица. В том числе и даже в той части, которая формирует накопительную компоненту. И для участников программы государственного софинансирования также имеется информация о порядке формирования пенсионных прав, о финансовом доходе, ну и о сумме средств, которые сформированы для будущей накопительной пенсии. Да, все мы хотим иметь, конечно, достойную пенсию в будущем. Скажите, пожалуйста, какие критерии важны, что формирует пенсию, на что нужно обращать внимание, вот какие вот эти вот звенья, параметры, которые все это... Да, до 1 января 2015 года у нас пенсионные права уже учтены. И у каждого застрахованного, а у нас в Самарской области это 3 миллиона 64 тысячи, те, которые имели пенсионные права, в том числе и получатели пенсии, до 1 января 2015 года, мы их все сформировали в баллы. И эта информация имеется на индивидуальном лицевом счете. Так вот, эту информацию можно получить, либо обратившись в пенсионный фонд за выпиской из индивидуального лицевого счета, для пользователя личного кабинета застрахованного лица можно сформировать выписку через ресурс личного кабинета, поскольку там при нажатии кнопки формирования выписки молниеносно формируется выписка из индивидуального лицевого счета. Что касается пенсионных прав, которые будут формироваться уже после 1 января 2015 года. Соответственно, на что необходимо обращать внимание и что необходимо знать. Прежде всего, эта формула достаточно проста. Для того, чтобы иметь максимальное значение оценочного пенсионного коэффициента по итогам финансового года, нужно получать высокий доход, приближенный к предельному взносооблагаемому порогу. В этом году, в 2015, этот порог определен законом на уровне 711 тысяч. Соответственно, чем выше доход, тем выше начисление, тем, соответственно, оценочный пенсионный балл будет достигнут до предельного значения. В этом году предельное значение составляет 7,39 суток. Так, доход. Должен быть доход. Вот еще что. Конечно же, за легитимную работу. За ту работу, которая оформлена в соответствии с трудовым законодательством. Я говорю о наемных работниках. И, соответственно, мне хотелось бы, чтобы каждый понимал, что каждый год пенсионная система будет оценивать именно усилия застрахованного лица при формировании пенсионных прав. Через его трудовые отношения легитимные, через белую заработную плату и через начисленные с белой заработной платы страховые взносы. Да, вот именно это влияет на будущее пенсии. Но, учитывая, что у нас все-таки сегодня в объеме, в большей степени, пенсионные права приходятся за периоды до 1 января 2015 года, при знакомстве с формированными пенсионными правами, ну, в частности, через личный кабинет застрахованного лица, каждый должен понимать, пенсионные права до 1 января 2015 года формировали через взаимодействие с работодателем, как работодатели отчитывались. И если вдруг есть какие-то вопросы, есть какие-то неточности или замечания, мы ждем обратной связи для того, чтобы отрегулировать все вопросы, связанные с пенсионными правами до 1 января 2015 года. К нам поступает первый вопрос от телезрителей, 202-11-22, звоните, у нас еще и время. Михаила интересуется, у меня вопрос по личному кабинету. Нужно ли к вам приходить, его заводить, или как это можно сделать? Нет, совершенно к нам приходить не нужно. Значит, на что необходимо обратить внимание. Кабинет размещен на официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации, электронный адрес www.pfr.ru, ну и необходимо получить доступ к нему тем, значит, пользователям, которые пройдут регистрацию в единой системе идентификации и аутентификации. Проще сокращенно скажу, ЕСИА. Ну или на сайте госуслуг. То есть два пути. Либо через сайт госуслуг пройти процедуру и получить доступ, либо через единую систему идентификации и аутентификации ЕСИА. Как только появится логин и пароль, соответственно, вы будете работать как клиент Пенсионного фонда с нами через личный кабинет. И, соответственно, те сервисы, которые сегодня уже работают, они позволят взаимодействовать с нами. Ну и в последующем все сервисы будут развиваться, в том числе и такие сервисы, как подача интерактивного заявления на назначение пенсии, подача интерактивного заявления на выбор доставщика. То есть все те госуслуги, которые реализуются в системе Пенсионного фонда, соответственно, можно будет развивать отношения наши, не выходя из дома, через новый ресурс Пенсионного фонда, личный кабинет застрахованного лица. Следующий вопрос от ветерана боевых действий. Я только что узнал, что мне положено ЕДВ. И если сейчас мне обратиться, то выплатят его или нет? Ежемесячные денежные выплаты, меры государственной и социальной поддержки назначаются с даты подачи заявления. Поэтому, если у вас есть такой документ, то, соответственно, с данным документом необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда по месту жительства, потому что все государственные услуги реализуются только путем подачи заявления на конкретную государственную услугу. Следующий вопрос. Как новые правила отразятся на тех, кто уже давно на пенсии? Ну, прежде всего, на что необходимо обратить внимание. Все сформированные на 1 января пенсионные права при конвертации в баллы сохранены в полном объеме. Они не могут быть уменьшены по закону. Ну, и уже все назначенные пенсии при конвертации в пенсионных прав в баллы не могут быть уменьшены. Соответственно, мы эту работу уже провели. И с 1 января наши пенсионеры получили незначительную прибавку за счет новой величины фиксированной выплаты на 25 рублей. И уже по новым правилам, по новой формуле, мы произвели расчеты нового размера пенсии с 1 февраля, исходя из новой стоимости пенсионного балла, который определен с 1 января на уровне 71 рубля 41 копейки. А как вообще, вот еще будут изменения для работающих пенсионеров? Потому что какое-то время люди волновались, что я работаю и на пенсии, и вдруг мне что-то одно из двух не будут платить. Это очень значимый вопрос, поскольку по итогам 2014 года в перерасчете у нас участвовало 314 тысяч работающих пенсионеров. Соответственно, после выхода на пенсию наши уважаемые получатели пенсии продолжают работать. В новом законодательстве, первое важное, закреплено право на полное получение пенсии в период работы как расчетной страховой части, так и фиксированной выплаты. Соответственно, страховая пенсия в период работы выплачивается в полном объеме. Что касается возможности индивидуального перерасчета пенсии пенсионеру, исходя из новых прав, которые формируются ежегодно в период работы. Это право сохранено. Соответственно, начиная с 1 августа 2016 года, мы будем делать такие перерасчеты работающим пенсионерам, применяя новую формулу и новые правила перерасчета. 2015 год – это последний год, когда мы пересчитаем пенсию по старым правилам и будут учтены пенсионные права у работающих пенсионеров по состоянию на 1 января 2015 год. Как только работодатели отчитаются нам за 4 квартал 2014 года и закончится у нас отчетная кампания по итогам 2014 года, мы разнесем по лицевым счетам пенсионные права, мы приступим к перерасчету пенсии работающим пенсионерам, но в любом случае не позднее 1 августа, отдадим перерасчет со срока не с 1 августа, а вернемся к дате 1 января 2015 год. Соответственно, работающим пенсионерам в этом году мы сделаем перерасчет со срока с 1 января 2015 года, поскольку старые права у нас закрываются 1 январем 2015 годом. Раньше было, вот как я сейчас помню, чтобы уйти на пенсию по старости, нужно иметь как минимум 5 лет трудового стажа. Сейчас вот эта цифра изменится или нет? Условия назначения страховой пенсии по старости действительно с 1 января 2015 года изменились. Ну, что касается возрастного ценза, то возраст выхода на пенсию сохранен прежний, 55 лет женщины, 60 лет мужчины. Усилены требования к условиям наличия продолжительности трудового стажа, страхового стажа с 5 до 15 лет, но значение в 15 лет будет вводиться поэтапно. В этом году условия для назначения пенсии по стажу законом определены на уровне 6 лет, и каждый год это значение будет повышаться на 1 год до достижения величины в 15 лет. Соответственно, в 2016 году это 7 лет, в 2017 это 8 лет, пока не дойдет до предельного значения 15 лет. И вводится с этого года третье условие, и только при совокупности трех условий будет реализовываться право на страховую пенсию по старости. Это наличие баллов, пенсионных прав в баллах не ниже 30 баллов. Также это значение предельное вводится поэтапно. В этом году третье условие для назначения страховой пенсии по старости, наличие пенсионных баллов не менее 6,6. Ежегодно будет перерастать это значение на 2,4, пока не дойдем до 30 баллов в течение 10 лет. Понятно. Соответственно, только при совокупности трех условий возраста, требуемого стажа и наличие требуемых баллов будет назначаться страховая пенсия по старости. Да, вот так. Следующий телезритель спрашивает, ваш телефон, номер вашего телефона, и как записаться к вам на прием? Во-первых, вы проводите приемы или нет? Мы прием проводим ежедневно. Приемное отделение работает у нас ежедневно. Прием ведется в порядке живой очереди. Должна вам сказать, что приемы у нас проходят достаточно, пропускная способность высокая, потому что привлекаются при необходимости дополнительные рабочие места. Что касается моего личного приема, то я провожу прием два раза в месяц, один раз в отделении, а второй у меня выездной прием обязательно в какой-то территории. Заблаговременно даты возможного приема в отделении и выездного приема, они у нас размещаются на сайте пенсионного фона, на страничке Самарского отделения, где можно ознакомиться, либо позвонить по телефону горячей линии в приемное отделение, и вам скажут даты. Следующий вопрос. Я пенсионер, получаю пенсию по потере кормильца. А если мне вернуться на свою пенсию, будет ли она больше? Ну, прежде всего, это арифметические действия. Коммерческий подход. Это арифметические действия. Для того, чтобы сказать, целесообразно ли вернуться на свою трудовую пенсию за свои права, мы должны просчитать. Поэтому я в данном случае предлагаю прийти к нам в управление пенсионного фонда и посмотреть, что было в пенсионных правах, оценить возможности своих пенсионных прав в новой пенсионной формуле и, соответственно, оценить целесообразность перехода с пенсии по случаю потери кормильца, за умершего кормильца, на свою страховую пенсию. Но здесь я должна обратить внимание, что с этого года у нас оцениваются по-новому не страховые виды деятельности, такие как военная служба по призыву. Год военной службы стоит 1,8 балла. Время ухода за ребенком первым до полутора лет 1,8 балла. Второй, третий, четвертый, то есть суммарно, если при наличии четверых детей, это цена вопроса 24 с небольшим стоимость баллов. И время ухода за инвалидом первой группы, за 80-летним нуждающимся в уходе, за ребенком инвалидом. Вот эти нестраховые периоды оцениваются в баллах, которые определены законом о страховых пенсиях и, соответственно, подлежат и включению в страховой стаж, и в расчет размера страховой пенсии. Следующий вопрос. Сейчас люди, которые пошли только на пенсию, получают какие-то пенсионные накопления. Кто может за ними обратиться и когда? Действительно, пенсионные накопления мы выплачиваем с 1 июля 2012 года. Речь идет о тех гражданах, которые формировали пенсионные права для будущей накопительной выплаты. В этот круг лиц входят застрахованные 67-го года и моложе мужчины и женщины. Но, учитывая, что с 1 января 2-го года круг лиц был расширен, формировались 3 года, 2-й, 3-й, 4-й год накопительные средства для мужчин 53-го года и моложе, для женщин 57-го года и моложе, то есть до 67-го года. Соответственно, сегодня выходит на пенсию они. И те средства, которые у них есть на индивидуальном лицевом счете, их можно получить либо в виде единовременной выплаты, если, или при условии, если в совокупности пенсионной выплаты доля этих средств приходится 5 и менее процентов, то их можно получить единовременно. Если же в совокупной пенсионной выплате их доля приходится более 5 процентов, то назначается накопительная пенсия, которая регулируется, выведена в самостоятельное правовое регулирование, регулируется федеральным законом о накопительных пенсиях. Вот вы сказали еще в начале нашего разговора о системе государственного софинансирования. Она будет и в этом году действовать, да? А как вот это вот принять участие? Программа государственного софинансирования стартовала в октябре 2008 года, и право на вступление в эту программу закрыто 31 декабря 2014 года. Но на что мне хотелось бы обратить внимание. Ряд есть лиц, которые, застрахованных лиц, которые вступили в эту программу, но не уплачивали страховые взносы. Так вот, те, которые вступили и не уплачивали страховые взносы, если они до 31 декабря 2015 года начнут уплачивать дополнительные страховые взносы, то для них заработает механизм программы государственного софинансирования в виде софинансирования средств из федерального бюджета. Вот на это необходимо обратить внимание. Да. Вот чтобы подытожить разговор о новой системе расчета. Скажите, пожалуйста, что сохранит прежняя система, что останется прежнего, чтобы людям не волноваться? Прежнего останется в пенсионной формуле и в пенсионных правах. Те подходы учета пенсионных прав, которые регулировались пенсионным законодательством до 1 января 2015 года. Соответственно, до 2002 года, до даты начала пенсионной реформы, будут учитываться по-прежнему пенсионные права в зависимости от продолжительности трудового стажа, от заработной платы за 2000-2001 год по данным персонифицированного учета, либо за любые 60 месяцев работы подряд. С 1 января 2022 года, это сумма сформированных начисленных страховых взносов на индивидуальном лицевом счете, все эти права будут учитываться и преобразовываться, конвертироваться в пенсионные баллы по состоянию на 1 января 2015 год для каждого застрахованного лица. Следующий вопрос. Я отец инвалида пенсионного возраста. Я отец инвалида пенсионного возраста. Я не достиг. Когда достигну возраста, мне учтется ли это время, что я сидел с сыном инвалидом? Борис. Действительно, если ваш сын либо инвалид с детства первой группы, либо это был ребенок инвалид до 18 лет, то время ухода за инвалидом первой группы засчитывается в стаж, в страховой, и цена каждого года ухода законом определена, стоимость 1,8 балла. Следующий вопрос аналогичный. Кому могут засчитать стаж по уходу за ветераном? Понятия стаж ухода за ветераном в пенсионном праве нет. Есть только понятие периода ухода только за определенным контингентом, за определенной категорией. Это инвалиды первой группы, лица 80-летние, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, старше, либо инвалиды с детства, ну и инвалиды первой группы. Как повысить низкую пенсию и возможно ли это? Ну, здесь я должна сказать, что повышение пенсии в любом случае, что касается ответственности государства, будет осуществляться через индексацию. Ну и в этом году мы знаем, что индексация осуществлена не по прогнозному показателю, а по фактическому показателю инфляции. Поэтому эта ответственность государства, она четко прописана в законе. Что касается индивидуального перерасчета, соответственно, это усилие самого получателя пенсии. работать, получать доход в белой заработной плате. Соответственно, доход, с которого начисляют страховые взносы, и эти начисления, они будут давать возможность оценки пенсионных баллов по итогам каждого пенсионного года. А вот интересно, какой сегодня средний размер трудовой пенсии в области, и насколько он с другими, может быть, областями. Что касается страховой пенсии по старости, то по состоянию на февраль средний размер такой пенсии составляет в Самарской области 12 620 рублей. После последней индексации с 1 февраля. С Нового года действует новый размер прожиточного минимума для пенсионеров. Сохранится ли социальная доплата до этого уровня? Кому она положена? Федеральная социальная доплата введена с 1 января 2010 года для неработающих пенсионеров, у которых совокупный доход ниже значения величины прожиточного минимума в субъекте проживания. Ежегодно этот параметр утверждается законом Самарской области. На 2015 год это значение составляет 6420 рублей. Поэтому те неработающие, обращая внимание, неработающие пенсионеры, у которых совокупный доход, пенсия, социальные выплаты меньше данного значения, мы им выплачиваем федеральную социальную доплату, доводя до значения 6420 рублей. В Самарской области сегодня получает порядка 56 тысяч федеральную социальную доплату осуществления неработающих пенсионеров. До пенсии мне остался год, пока никто ничего не присылал. Может мне самой в пенсионный фонд идти? В районное отделение или куда? Мы формируем списки лиц, уходящих на пенсию, в апреле. Поэтому если пока уведомление не рассылалось, поскольку списки еще не сформированы, но работу мы проводим постоянно, поэтому если... Если есть желание встретиться и начать процедуру заблаговременной подготовки к выходу на пенсию, мы рады таким нашим посетителям, которые беспокоятся и совместно с ними начнем процедуру подготовки к моменту назначения пенсии. Тем более, если есть какие-то льготы или специфика работы в условиях Крайнего Севера и Таня. Прежде всего нам необходимо видеть трудовую книжку, чтобы сверить... Да, понятно. Спасибо большое. Подойдет наш телезритель к вам обязательно все выяснит. Спасибо огромное за то, что пришли, ответили на многочисленные вопросы. Всего хорошего. Спасибо вам за внимание и активность. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова